К нам присоединяется американский политолог, директор Международной некоммерческой организации Евразийской демократической инициативы Питер Залмаев. Питер, здравствуйте. Доброе утро, друзья. Питер, как бы вы охарактеризовали нынешний форум в Давосе и конкретно украинскую повестку на нем? Знаете, первый же день по моему прибытию в Давосе я услышал четкую, наверное, наиболее четкую характеристику, официальный, собственно, название этого форума, тема – это «Security in a fragmented world», то есть «Безопасность в фрагментированном мире», и это что-то, знаете, подобное мы уже слышим несколько лет подряд, с каждым годом все меньше снега на улицах Давоса, все теплее, и, разумеется, заголовки тоже все тревожнее. Поэтому настоящая тема и дух Давоса – «Don't look up». Помните, такой фильм вышел «Не смотри наверх». Вот, в принципе, вот то, что характеризует Давос. Главная тема, разумеется, это «AI-AI-AI» – искусственный интеллект, климатические изменения. Украина, вы знаете, друзья, учитывая, что мы, я как часть украинской делегации, разумеется, Украина для меня была важной темой, и может показаться, что Украина была точно в топе. Но это, опять-таки, разговор об этом пузыре. Если выйти из этого пузыря, то Украина, я боюсь, что не была даже в топ-3-4 тем. Хотя, справедливости ради, украинский президент выступал в полном зале, аплодировали ему стоя. Президент Макрон выступал и упомянул Украину, заявил о том, что он собирается просить Киев. Вы, возможно, видели, у меня была возможность поставить вопрос Макрону по поводу НАТО. И впоследствии он сошел со сцены, я подошел, у нас было несколько, может быть, полминуты мы с ним говорили про Украину. И он сказал, что это крайне важная для меня личная тема. Это вот то, что Макрон сказал мне лично. Поэтому, ну и, разумеется, формула мира была заявлена тоже, и рекордное количество стран, которые присоединились и обсуждали это. Ну и украинский завтрак традиционно организовывается фондом Виктора Пинчука, украинского предпринимателя. И в этом году он тоже был ознаменован огромным количеством людей. Я насчитал как минимум пять глав государств или премьер-министров или президентов. Несколько было министров иностранных дел. Мы услышали от Анжиа Дуда очень-очень эмоциональную речь по поводу того, что сейчас на наших глазах возрождается российский империализм, и Путин решил начать мировой пожар. Христия Фрилленд, министр иностранных дел Канады, выступила. Знаете, она как украинский корней. Она в конце просто сказала то, что заставила меня и многих на этом банкете просто прослезиться. Она сказала, что украинцы ходят по всему миру. Благодарят, благодарят, благодарят. На самом деле это неправильно. Мы должны благодарить вас, Украинцы, и вы делаете невозможное. Вы молодцы, вот сказала она. Все с этим согласны. И с другой стороны, знаете, вот в воздухе повисло такое ощущение того, что хватит ли у нас времени вообще, хватит ли у нас времени помочь Украине сейчас, когда Путин возобновляет свой ВПК, Путин наращивает свою военную махину и возобновляет, создает очень важные альянсы для себя. Это большой вопрос. И знаете, никто лучше так не охотизовал это, не изобразил как известный, очень хороший мэтец, то есть художник украинский Никита Кадан. Собственно, и это стало литмотивом украинского завтрака. Его артворк, то есть его картина, где вот знаете, выражение stand with Ukraine, то есть быть с Украиной, оно много раз на одном и том же месте написано так, что уже еле-еле его можно различить. И в конце еще поставлен вопросительный знак. Stand with Ukraine. Вы знаете, это, к сожалению, должен констатировать, что этот Давос охарактеризовался вот такой ноткой неуверенности, что разрозненный Запад, разумеется, в ситуации, когда гегемония Америки, американского мира, на глазах у нас тает, глобальный юг не готов согласиться с нашей повесткой дня, украинский вопрос для глобального юга не столь важен. Вот в этих условиях я ощутил такие нотки неуверенности, что Путину в ближайшее будущее мы сможем дать достойный отпор, которого он заслуживает. Да, Питер, ну смотрите, это же то, о чем вы говорите, что украинская повестка, она скорее была не в должной мере озвучена, чем могла бы быть, о нерешительности Запада. И мне пришлось по душе ваше сравнение с фильмом «Не смотри вверх». Но дело в том, что если не смотреть вверх, это никак не спасет от того, что сверху может прилететь. А речь идет о нынешней Российской Федерации, о Владимире Путине и о том, что у этой страны есть ядерное оружие. Неужели западным странам, их элитам проще делать вид, что вот ничего не происходит? И это на фоне множества заявлений очень разных, в том числе и разведок, и глав оборонных ведомств, о том, что прямой военный конфликт России с НАТО возможен на протяжении, там разные цифры говорятся, кто-то говорит 20 лет, а кто-то говорит и 5-6 лет. Да, цифры называются абсолютно разные. И у меня было уйма интервью с представителями официальных делегаций, и я говорил об этом и Санджием Дуда, президента Польши, говорил об этом с министром иностранных дел Швеции. И как раз вот та страна, которая, вы помните, буквально пару недель назад правительство Швеции заявило, призвало всех вообще гражданских лиц, граждан Швеции готовиться к войне. И сейчас, нужно сказать, что вот большинство, с кем я говорил, они немножко пытаются откатать назад, собственно, этот стейтмент никак, позиционируя его никак, призыв уже готовиться к абсолютно вот агрессии, которая вот-вот должна состояться, скорее ощущение того, что мир изменился, что у нас есть какое-то время, но жить вот так вот в этих разбалованных, изнеженных европейских либеральных демократиях мы уже продолжить не сможем. Какое-то время инерционное еще у нас есть, но все это придет к концу, особенно если такие акторы, игроки, как Путин, его команда, Ким Чен Ын, Си Цзиньпинь, Аятоллы иранские, Мадуры венесуэльские, и далее по списку, если они почувствуют, что наши изнеженности, мы не хотим выходить из этой теплой ванны, вставать с этой пуховой периной и так далее, можно продолжать эти метафоры, то нам придется очень сложно. Поэтому и называются такие сроки от двух-трех лет. Большинство все-таки военных экспертов ходят на том, что речь все-таки идет, наверное, больше, чем о пяти-шести, и, возможно, не о прямой агрессии, о каких-то гибридных ее формах. Поэтому близлежащие страны, в том числе балтийские страны, они, конечно же, наиболее уязвимы. На украинском завтраке выступал прекраснейший человек, на мой взгляд, Габриэль Лансбергес, это министр национальных дел Литвы, и внук того самого Витаута Салансбергеса, который начал процесс развала Советского Союза. Это бывший пример Литвы, как вы знаете. И вот он задал вопрос, что мы посылаем Путину, наш месседж с этого Давоса. Мы его сдерживаем или мы его мотивируем? Проблема в том, я вот буквально сейчас цитирую, что мы не ощущаем, что чтобы сдерживать Путина, просто сдерживать Путина, даже чтобы его сдерживать, а не побеждать, делается крайне немного. И он просто прошелся по цифрам. Сколько хаймарсов, сколько патриотов имеет Польша, которая не вовлечена в никакую войну. То есть речь идет о сотнях хаймарсов, речь идет о тысячи абрамсов, танков, 50 установок патриотов. И посмотрите, какими силами ведет войну с второй армией Украины. Просто он дал понять, какое количество наименований необходимо для того, чтобы просто сдерживать Путина. И опять-таки, возвращаясь к той же Германии, это колосс, скажем так, европейский, но, увы, он в военном смысле колосс на глиняных ногах. Возвращаемся к этой аналитике, которую я, наверное, уверен, что вы уже знаете, слышали с самого начала войны. Бундесвер, немецкая армия, готова была бы подобное вторжение, которое отражает Украину уже почти два года, готова была бы стоять не более чем одна неделя. Поэтому и с Германией мы буквально вчера услышали от Писториуса, министра обороны, что нужно пересмотреть вообще процесс мобилизации, законной мобилизации, и, может быть, даже начать привлекать иностранцев в эту армию. Это, опять-таки, о чем говорит? Это говорит о том, что европейцы забыли, что такое кровь, забыли, что такое цена, которая принесена за свободу, и стали воспринимать его как данные. И вот, опять-таки, еще один месседж Довоса, этот мир уже не с нами, этот мир уже не вернется. В кулуарах в Довосе обсуждалась в том числе и стабильность поставок Украине дальнобойных ракет. Об этом на днях рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он также сказал, что поднималась тема того, как искусственный интеллект будет менять поле боя, и какие технологии сможет использовать Украина для борьбы с агрессором. Можем ли говорить, что Довосский форум нынче не представляет из себя больше, не представляет из себя сугубо экономическое мероприятие? Понимают ли этого его участники? Понимают ли, что повестка за как минимум последние два года изменилась до неузнаваемости? Повестка изменилась, и действительно разговаривать об экономике в разрыве от политики, и говорить о политике в разрыве от экономики, это абсурд. Всегда было абсурдом, это еще более абсурдно сейчас. И вот вы помянули Дмитра Кулебу, был замечен просто по всему городу, деревне нашей уютной Давос. Дважды я его видел на панели с Дэвидом Кэмероном, министром иностранных дел Великобритании. Выступал Дмитрий Кулеба и на украинском завтраке, и опять-таки, возвращаясь темы западного ВПК, призвал союзников восстановить свой ВПК и делать это скоординированно, делать это единым фронтом, и, разумеется, второй вопрос в условиях того, что мы пока не видим сейчас продвижения по Вашингтонской линии, что касается одобрения помощи Украине. И в Брюссель тоже остается много вопросов, как долго Орбан будет блокировать в отделении 50 миллиардов. Вот в этих условиях очень сейчас актуальный вопрос, это что делать с замороженным активами Центрального Барка России. Они лежат в трех странах. Это Голландия, это Люксембург и Швейцария. Как раз это Европа, незначительная часть в Америке. Это 300 миллиардов евро. Это обсуждается уже в Большой Семерке. Все с этим согласны, с необходимостью этого, справедливостью этой инициативы. Я говорил с Валимом Браудером, это известный американо-британский финансист, который сказал, что это абсолютно необходимая тема. Да, будут, наверное, нарушены какие-то понятия, стандарты и определенные риски для западной финансовой системы. Есть это решение. И вопрос, конечно, как долго это будет решаться, в каких судах и так далее. Но вот еще раз говорю, что эта тема сейчас назрела очень сильно, потому что, опять-таки, я должен сказать, что от Вашингтона деньги, вот я уже вам не дам не 100% гарантии, даже не 60%. В лучшем случае, это 60%. Что до 2024 года, а после 2024 года, мы вообще сейчас ничего не можем прогрессировать, имеется в виду до результатов выборов. Мы можем вообще эти деньги не получить. Посмотрите, что произошло в Айове, посмотрите, как Трамп сейчас начинает задавать повестку и как сложно сейчас рядовым республиканцам увеличить воли с вами лидера. Да, стоит сказать о том, что вот сегодня появилось сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Украину Дональда Трампа, который вполне вероятно будет баллотироваться от республиканской партии на должность президента Соединенных Штатов, чтобы он приехал в Украину. Ну и, очевидно, лично рассказал украинцам о том, как он собирается за 24 часа остановить войну России против Украины. Питер, спасибо вам большое. С Питером Залмаевым обсуждали итоги экономического форума в Довосе. Оперативные новости Эксклюзивные видео с линии фронта Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного Субтитры создавал DimaTorzok